Это Вести Хакасия. События недели. Продолжаем программу. Фальшивомонетчикам, судя по всему, Хакасия становится неинтересна. Статистика показывает, преступлений, связанных с подделкой денег, у нас стало в несколько раз меньше, чем в прошлом году. Специалисты связывают это с различными факторами, в том числе с усилением контроля со стороны правоохранителей и банковских экспертов. А вот как самому научиться отличать подделку от оригинала, расскажет Константин Кравцов. По статистике, только в прошлом году полиции Абакана зарегистрировано 30 фактов подделки денежных знаков. Осуждено два жителя столицы республики. Преступники, как правило, пытаются изготовить крупные купюры. Кстати, в текущем году в Абакане известно лишь о 10 случаях. 5 из них номиналом 5000 рублей, 4 номиналом 1000 рублей и одна 500-рублевая купюра. Стоит отметить, что возбуждено 10 уголовных дел. По статье 186, это изготовление, хранение, избыт поддельных денежных знаков. Водяной знак, скрытое изображение кип-эффект, радужное изображение и защитная нить. Эксперт по денежным знакам Банка России Татьяна Комаревская с помощью нехитрых приемов с легкостью отличит подделку от оригинала. Каждая купюра имеет по несколько степеней защиты, распознать которые под силу каждому. Эксперт уверена, снижение количества преступлений связано с тем, что подделывать деньги становится все сложнее и сложнее. Защитные элементы постоянно совершенствуются. Нет сейчас такого оборудования, скажем, фальшиво-монетчиков, чтобы передать всю серьезность того, что может быть изображено на банкноте. Если в 2015 году изъято из обращения и передано в органы внутренних дел 46 поддельных денежных знаков, то в 2016 году только 25, а за первое полугодие 2017 года всего 9. Стоит добавить, что подделка денежных знаков такое же древнее ремесло, по сути, как и их изготовление. И чтобы фальшивка не оказалась в кошельке, в первую очередь обывателю следует быть начеку. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия.